МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Первый выпуск в истории школы. В этом году стены центра образования покинут 157 школьников. Белый цветок. В Сарове пройдет благотворительная акция. В прорыв 2023 завершился футбольный турнир среди воспитанников детских садов города. Далее расскажем обо всем подробно. Такой волнительный, ответственный и немного грустный момент прощания с начальной школой. В этом году стены центра образования покинут 157 школьников. Это первый выпуск образовательной организации. На торжественной церемонии побывала наша съемочная группа. В актовом зале школа номер 7 шумно и весело. Со сцены звучат слова поздравления, песни и танцы. А все потому, что там проходит выпускной четвертых классов центра образования. Это первый выпускной в истории центра образования. Школа открыла свои двери в 2019 году. И тогда сюда поступило 157 первоклашек. Сегодня они уже выпускники. И на нашей первой линейке я сказала, что первым всегда нелегко. Помните? Наверное, так и было. И были в нашей жизни радости и огорчения, успехи и неудачи. Но проверка на прочность и искренность нами пройдена. Первый блин, на мой взгляд, не комом. Думаю, учились мы все с удовольствием. И желание узнавать новое не угасло. На праздники ребят награждали в нескольких номинациях. За отличные успехи, за спортивные умения, за участие во всех олимпиадах и конкурсах. Поздравить выпускников пришли и первоклашки. Они пожелали ребятам успеха в среднем звене. В ответ четвероклашки вручили малышам подарки. Мы очень старались, чтобы детям понравилось. Запомнилась эта жизнь, это время в нашей школе. Мы ее старались украсть ежедневными мероприятиями, событиями. Чтобы дети вышли и вспомнили о том, как им было здорово в нашей школе. Конечно, будем скучать. И уже сегодня, когда прощались с ребятами, которые завтра не придут, и обнимались, и оставляли друг другу пожелания добрые, потому что понимаем, что, конечно, такая печаль ухода детей, они всегда останутся в наших сердцах, в нашей памяти. Для четвероклашек в выпускной событие радостное, но с нотками грусти. Больше всего ребята будут скучать по своим друзьям. В пятый класс они пойдут уже в другую школу. Я очень рада, что перехожу в среднюю школу. У меня будут там новые друзья, новые учителя. Я выпускаю всю школу, здесь было много друзей, а я сейчас пойду в другие школы, и там, может, не сразу познакомлюсь. Но выпускной – это такое событие очень важное. Пожелаю учителям хороших учеников, чтобы их слушались, чтобы больше было хороших оценок, чтобы учителя тоже радовались, и чтобы вообще тут было прекрасно. Сейчас четвероклашки ждут результатов экзаменов, которые они издавали в мае. По их итогам они узнают, где будут учиться дальше. Саров станет светлее. Дополнительное освещение планируют установить во дворах на улице Куйбышева, 16, Чипаева, 23, Шверника, 41, 45, улица Бессарабинка, 4, корпус 1, а также на тротуаре от дома 14 по улице Гоголя к школе номер 13. Всего будет установлено более 30 светильников. Кроме того, обновление уличного освещения во дворах Сарова пройдет в этом году в рамках программы «Вам решать». Другая важная информация в подборке коротких новостей. Аномальная жара пришла в регион. До 27 мая в Нижегородской области температура будет держаться на 8 градусов выше климатической нормы, сообщают синоптики. Столбики термометров достигнут плюс 26 градусов. Обычно в это время года среднесуточная температура должна быть в интервале 14-15 градусов. Прошлый год стал рекордным по объему привлеченных в Саров средств государственной поддержки бизнеса. По сравнению с 2018 годом этот показатель увеличился более чем в 30 раз с 11 до 347 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря планомерной совместной работе муниципалитета и саровского бизнеса по формированию в городе привлекательной для государственных инвестиций бизнес-среды. В Сарове благотворительная акция «Белый цветок» проходит с 2014 года. Сборы проводят в пользу саровских семей с детьми-инвалидами и участников СВО. Акция пройдет в день ночи музеев около культурно-просветительского центра Саровского благочиния. Горожан ждут мастер-классы по изготовлению армейского сухого душа для бойцов маскировочных сетей. Подробности далее. Праздник «Белый цветок» возник в конце XIX века в Европе, а в нашу страну пришел в 1911 году благодаря поддержке царской семьи. Тогда в акции приняли участие 104 города России, собрали около полумиллиона на строительство санаториев для туберкулезных больных. За букетик белых ромашек или маргариток каждый давал сколько мог, от нескольких копеек до десятков, сотен и даже тысяч рублей. В Первую мировую войну продавали букетики цветов, чтобы собрать средства для русской армии. В Сарове благотворительная акция «Белый цветок» проходит с 2014 года. Сборы проводят в пользу саровских семей с детьми-инвалидами и участников СВО. На организационные моменты берет на себя православное творческое объединение «Мир» и «Мы» – волонтерский центр «Радость моя». В этот раз у нас подключаются с нами вместе творческое объединение своим «Золотых рук ангела». Это швейная мастерская и все, что с этим связано, с помощью военным. Нас поддерживает корпоративное волонтерство в НИЭФ. То есть они тоже участвуют, ищут резервы какие-то там и так далее. Символом праздника, как и сто лет назад, остается белый цветок, который раздают всем, кто сделает посильное пожертвование. Акция пройдет в день и ночь в музее около культурно-просветительского центра Саровского благочения «Намира-50». Горожан ждут мастер-классы по изготовлению армейского сухого душа для бойцов, маскировочных сетей. Все желающие научатся перевязывать раненых. Этому обучат волонтеры из Саровского медколледжа. Будет обязательно гитарник «Песни у костра». Мы выбрали тему, которая звучала и во время 9 мая. То есть тема военно-патриотическая, любовь к родине, доброта. То, что нас делает русскими людьми, то, что нас делает самими собой. Вот эта тема. Будем сидеть у костра, у нас есть костровая чаша, петь песни. И любой желающий может подойти вместе с нами петь свои любимые песни. На праздники «Белого цветка» будут и различные творческие мастерские, выступления военного оркестра, чай и самовара. Здесь же будет возможность поучаствовать в благотворительной ярмарке и приобрести поделки, сувениры, расписные пряники, которые сделаны руками детей с ОВЗ и инвалидностью или их семей. Саровчане также смогут посмотреть фото-выставку «Тихая моя родина» автора Екатерины Митиной. Мероприятие пройдет с 19 часов. Ко всероссийской акции «Ночь музеев» присоединилась Волговецкое главное управление Банка России. Для жителей региона подготовили выставку от первых монет собственной чеканки X-XI веков до полимерных банкнот XXI столетия. Гости смогли посетить историческое здание банка на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Какие деньги долгожители были в нашей стране, когда в России появились первые памятные монеты и банкноты, и когда рубль получил графическое изображение? Волговецкое главное управление Банка России присоединилось ко всероссийской акции «Ночь музеев». Для жителей региона подготовили выставку от первых монет собственной чеканки X-XI веков до полимерных банкнот XXI столетия. Гости смогли посетить историческое здание банка на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Для участников «Ночи музеев» мы открываем свои двери, и наши гости воочию увидят внутреннее убранство этого уникального сооружения, созданного по проекту Академик архитектуры Владимира Покровского. Специально к юбилейным датам мы также разместили уличную выставку около здания банка на Большой Покровской. Прохожие могут самостоятельно познакомиться с элементами интерьера, росписями и рассмотреть их в деталях. В этом году архитектурному комплексу исполнилось 110 лет. Также 155 лет прошло с момента открытия Нижегородского отделения Государственного банка. Ансамбль зданий приобрел широкую известность, в том числе благодаря художественным росписям, выполненным московскими иконописцами, братьями Николаем и Георгием Пашковыми по своим эскизам, а также по эскизам известного художника Ивана Билибина. Меня впечатлила сама архитектура, то, как здесь показаны художественные образы разнообразных исторических событий, городов и просто разных вещей. Необычная красота, старинные здания, очень интересно. Интересно, что в давние времена все это построено, все это сохранилось, что здесь даже бывал царь Николай II. Еще интересно, что дочка учится как раз в средних классах, и как раз у нее история России, и тоже это интересно и полезно узнать. Даша, у меня выразить не могу это вот словами. Я очень благодарна сотрудникам банка, что провели такую интересную экскурсию, и всем рекомендую побывать здесь хоть раз в жизни. Это очень увлекательно и интересно. В Пушкинке подвели итоги семейно-патриотической акции «Бессмертный полк. Расскажем детям о героях». Вечер памяти объединил людей разного возраста, кому важно сохранить историю Великой Отечественной войны в лицах, вспомнить поименно всех, кто ковал Великую Победу. В библиотеке имени Пушкина, как всегда, громко и многолюдно. Дети и родители приходят сюда не только для того, чтобы почитать книги. Здесь они общаются и участвуют в различных конкурсах, играх и акциях. На этот раз читатели пришли на подведение итогов семейной патриотической акции «Бессмертный полк. Расскажем детям о героях». Что такое вообще акция «Бессмертный полк» в масштабах нашей страны, я думаю, что сегодня знает каждый. Но мы ставили перед собой задачу рассказать детям о семейных героях войны, чтобы наши маленькие дети, подрастающее поколение знало, уважало, гордилось своими близкими, чтобы эту историю старалось сохранить и передать последующим поколениям. В конкурсе приняло участие около 40 человек. Ребята подошли к работе ответственно. Исследовали материал, поднимали архивы, просматривали архивные видео и фотографии предков. Также участники рассказывали об истории сражения прадедов и их дальнейшей судьбе. Когда мы их смотрели, наворачиваются слезы. Они действительно настолько трогательные, очень душевные. И мы очень благодарны всем участникам этой акции, что они захотели поделиться вот этими эмоциями с нами. «Бессмертный полк. Расскажем детям о героях» в нашем городе проводится впервые. Акция вызвала у участников большой отклик. К мероприятию готовились целыми семьями. Семья Нехаевых представила работу «Старый альбом», в котором они рассказали о своем предке Викторе Михайловиче Сухове. Он был авиационным техником и готовил самолеты к боям. Я листала старый альбом и наткнулась на очень старые фотографии. А на них людей в вагенной форме увидела я. И там есть мой дедушка Сухов Виктор Михайлович. Мой дедушка был награжден орденом Красной Звезды. С удовольствием продумали сценарий, потратили несколько дней времени, но воплотили нашу затею в реальность, потому что я считаю, что наше поколение молодое должно знать о наших героях. Должна быть преемственность поколений, чтобы, особенно в этот сложный период и свой сейчас, дети должны знать, как это, кто это, кто защищал нашу Родину, и как надо греблять дух страны дальше. Все участники акции получили памятные подарки. Работы конкурсантов можно посмотреть на сайте библиотеки имени Пушкина. Бессмертный полк. Расскажем детям о героях. Организаторы планируют проводить ежегодно. Шестой раз в Сарове провели футбольный турнир среди воспитанников детских садов «Прорыв-2023». За титул чемпиона боролась 21 команда. На финальном дне соревнований побывала наша съемочная группа. Два периода по пять минут играют команды детских садов города по упрощенным правилам. Цель ежегодного турнира по футболу «Прорыв» – вовречь ребенка в спортивный мир, показать ему достоинство такой популярной командной игры, как футбол. Но, несмотря на юный возраст, к состязанию спортсмены подходят серьезно и всеми силами стараются принести победу своей команде. «Присутствуют дворовые правила игры в футбол. Никаких ушло у нас нет. У нас мяч от стены к стене скачет. Единственное, ну уж если явно там дети играют руками, ну только тогда вот не свистим или там грубость какая-то. А так, ну чисто дворовый футбол». В турнире приняла участие 21 команда. Юных спортсменов разделили на 7 групп. Первые игры определили три лиги – бронзовую, серебряную и золотую. Исход состязания решает последний финальный день, который определяет тройку лидеров. В этом году за золото боролись 40-й и 6-й сады, в то время как бронзу между собой разыгрывали 5-й и 35-й. Главная награда всех участников – непередаваемые эмоции. Каждый забитый гол, удачный пас сохранится в памяти надолго. «Это ежедневные тренировки, постоянные нагрузки на детей. Плюс у нас секция работает, то есть бывает и по две тренировки в день. И это прям вот плотный месяц такой перед соревнованиями. Готовимся, чтобы побеждать. Но молодцы постарались, если мы в групповом этапе чуть-чуть постояли, посмотрели футбол вместо того, чтобы играть, то сегодня собрались и показали свою игру». Золотой кубок в нелегкой борьбе, проявив сплоченность, выдержку и волю к победе, завоевал детский сад номер 6. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!